Домашний канал Валерки Домашний канал Валерки Домашний канал Валерки Домашний канал Валерки или куда-то вообще непонятно надеюсь на этой площади я не увижу ленина на броневике это сейчас мне это не удивило бы постояв немного я направился в лагерь давайте вот мы пришли в лагерь буквально через 50 метров слева словно из-под земли выросло небольшое одноэтажное здание где-то клубы видимо центральный вход до вывеска рядом с дверью угласила клубы я уже было собирался подойти поближе как вдруг отклонясь двери оттуда вышла невысокая девочка пионерской форме так это женский что ли лагерь не пионерский лагерь одни одни девочки на ее красивом лице как мне показалось муки за судьбы всего человечества смешались прямо таки вселенской грустью увидев меня девочка замерла будто бы от испуга я остался на месте думая как лучше поступить подойти первым или подождать пока она сама проявить инициативу или все же бежать какой-то он это он не знаю поэтому боязливый слишком наш герой уже с девушкой не может заговорить хотя именно этот вариант подкидывал настоянно лишь инстинкт самосохранения или по крайней мере хотелось так думать не самый плохой человеческий инстинкт но все же далеко не самый логичный а сыграем партию в покер с детективными способностями результат был бы известен заранее а вот как раз эти способности или некое их жалкое подобие подсказывали что эту девочку бояться не стоит так еще одна неожиданно из сосиски кустов выскочил кто-то кто-то с футболкой ссср девочкой ярко-красной футболки с надписью ссср как точно соблюден антураж эпохи издалека она казалась совсем маленькой наверное по возрасту была младше и той пионерки у ворот и этой на пороге клубов я собрался все-таки подойти как вдруг ссср так я мысленно прозвал ее подскочил и к первой девочки начала что-то говорить при этом яростно размахивая руками я не знаю я сделал короче настройках поменьше потише немножко музыку короче но звук потому что мне что-то показалось что в прошлый раз как-то громковато было также в свою очередь смутилась потупила взгляд и ничего не ответила я бы наверное так и наблюдал их занимательный диалог но ссср вдруг достала что-то из кармана начала трясти этим перед лицом первой девочки что она там такое достала и начала трясти перед лицом этим оказался кузнечик и завещала первая девочка видимо она не очень любила насекомых так как моментально убежала в сторону где по идее ленин когда-то читал речь о свершившейся рабочей крестьянской революции ну то есть сторону площади ссср посмотрела на меня хитро улыбнулась и бросилась за ней неплохое начало дня я совершенно не знал где я даже да еще тут какие-то дети играют в пионеров и все это судя по всему за тысячи километров от дома или вообще в другой реальности и ведь реальности то есть все окружающие казалось настолько реальным хоть и несколько приукрашенным что и я уже начал иногда забываться а вдруг вся моя жизнь до этого всего лишь сон и что теперь делать я честно хочу тебе посоветовать короче я ковырял носком ботинка трещины в плитах которыми была вымещена дорожка и бесцельно смотрел на здание клубов еще немного и все-таки придется что-то решать и тут я вспомнил как катался по траве и рыдал меня передернул от отвращения неужели неужели до него дошло что это было было тупо просто тупо наверное это еще один инстинкт когда все силы на нытье и жалость к себе израсходованы организм либо впадает спячку либо мобилизирует резервы видимо мой выбрал второй вариант потому что откуда не возьмись появилась решимость понять что здесь происходит а для этого необходимо насколько возможно вести себя по-мужски да просто по-человечески не ронять достоинства представителя моего мира так смотри я шел по дорожке слева и справа стояли небольшие домики по-видимому жилища местных пионеров да прям прям вот 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 прям вот эти вот они вот прям похожи вот как не знаю на домики из властелина колец на эти этих хоббитов в принципе снаружи они выглядят довольно уютно сам а я сам хоть и родился в советском союзе никогда не был ни пионером не даже октябренком я представил себе быт обычного пионер лагеря несколько по-другому огромные бараки средами железных коек подъем 6 утра по сирене 1 минута на то чтобы заправить затем построение на плацу это вообще это не знаю это быт а армейский быт вообще а не пионерский ну хотя я не знаю пионером тоже ни разу не был может быть там тоже так же стоп или что-то с чем-то путаю читал опять себе по голове ударил или о кто-то ударил неожиданно удар по спине а я пошатнулся но стоял на ногах развернулся и уже приготовился стать героем спасая свою жизнь но передо мной стояла всего лишь еще одна девочка я говорю тут одни девчонки да причем они ну это аниме я промолчу от удивления я открыл рот челюсть пола под ними закрыл рот даже пионерская форма только на ней она сидела скажем так вызывающие но герой за меня все сказал как и все я предыдущие девочки которых я встретил здесь это была весьма симпатичная на слишком надменное выражение на ее лице сразу отбил у меня всякое желание познакомиться поближе новенький значит ладно увидимся что блин херонию глаза такие-то посмотри на ее глаза это либо линзы либо не знаю я в жизни ни разу не встречал девушек с такими глазами она грозно стрельнула в меня глазами прошла мимо интересно я подождал пока пионерская пионерка скроется за поворотом мало ли что она еще могла выкинуть там интересное что даже это враждебная девочка показалась совершенно нормальной мне не ощущалось какой-либо смертельной опасности разве что страх получить по носу окей статуя но статуя это 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 не это не ленин да это другая статуя что там написано генда или где генда гена генда не могу разобрать итак я все-таки добрался до площади ленина с броневиком там не оказалось хотя после всего случившееся подобного вполне можно было ожидать зато в центре повозвышался памятник неизвестному товарищу наверное какой-то партийный деятель по бокам стояли скамеечки кстати такой да уютный как уютненькое такое место до площадь посидеть отдохнуть книжечку почитать там допустим довольно уютненько вас мысли сходят куда же мне сказал эти та девочка налево или направо налево направо налево направо зачем я вообще туда иду тогда я же решил казаться нормальным значит направо через нас через небольшой проселок я вышел на пристань хрена здесь даже пристань есть интересно наверно не туда свернул ой как тебе сюда занесло что-то я из головы короче взял ой как тебе не сюда я вернулся на голос вау 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 перекрати передо мной стояла та первая девочка я же тебе сказал повернуть налево на площади а ты куда пошел и несколько форма на ней сменилась на купальник а я же так и не представилась я славя зовут вообще полное имя славяна но все меня зла слави зовут и ты тоже зови надо я все еще был несколько растерян так что на более осмысленный ответ меня не хватило а а тебе казалось ее взгляд пронизывает меня насквозь а я да семён очень приятно семён ладно я уже заканчиваю ты подожди меня тут минутку сейчас переоденусь и вместе пойдем к ольге дмитриевне хорошо хорошо после тех слов она куда-то убежала а я сел на мостик и свесил ноги воду на мне были теплые зимние ботинки но в такую погоду промочить ноги не страшно более того это хоть немного меня охладила смотря на реку я размышлял о происходящем если это что-то вроде тайного заговора то он довольно странно местами и дружелюбно чересчур нет все же более похожи на случайность это очень непонятную случайность пошли рядом со мной стояла славя но вновь одетая в пионерскую форму но так то лучше а то от игры как-то отвлекает пошли в этом лагере я совсем недолго но из всех встреченных она вызывает наименьшее подозрение хотя сам этот факт уже подозритель мы вышли на площадь окей снова девочка с непонятными глазами и девочка с кузнечиком по ней друг за другом бегали ссср и девочка ударившая меня по спине это у них игра что ли такая ульяна хватит бегать я все ольги дмитриевне расскажу есть гражданин начальник я решил не расспрашивать до поры до времени славя происходящим о местных обитателях лучше сначала добраться до этой на таинственной ольги дмитриевны она не главное вроде бы мы вышли сквозь ряды почти одинаковых расстроений некоторые из которых напоминали пузатые пивные бочонки а иные хозяйственные сараи наконец славя остановилась перед небольшим одноэтажным домиком полна картинка художника выцветшие местами облупившиеся от старости краска сверкала над солнцем при открытые ставни еле заметно качались на ветру а по краям росли огромные кусты сирени казалось что это ветхая хижина словно утопает в пурпурном бархатном шторме а сирень как стихия неотвратимо уничтожает жилище ложатый что стоишь пойдем пойдем славя выломен от меня из раздумий и хватит издеваться над леной голос вова что это реной ли ареной реной это кто и глазастая хероборина непонятно пойдешь у меня а превьюшку кажется в домике кто-то есть это очень через мгновение дверь распахнулась оттуда выбежала ульяна и пронеслась мимо все так же хитро улыбаясь за ней вышла девочка с хвостиками они здесь все с хвостиками с косичками да с хвостиками лена не обижайся ты на нее значит ее зовут лена ну не рена и на то спасибо да я не она не закончила фразу покрасила быстрыми шагами направилась в сторону площади я почему-то захотел обернуться и проводить ее взглядом но славя сказал пойдем так мы зашли в домик фантомас может это фантомас может тень фантомаса была которая выскочила так мы зашли в доме внутри он выглядел примерно так как я себе его и представлял две кровати стол пара стульев простенький ковер на полу шкаф а тут смотри фантомас а это кто это человек человек пакет что ли что это за чувак ничего особенного при этом создавалось ощущение домашнего уюта хотя в плане порядка эта комнатка недалеко ушла от моей квартиры да ну здесь более-менее как ты даже уютно и убрано чем у него в квартире это было чем у нас показывали там когда бардак начале дал вашего героя а возле окна стояла девушка лет двадцати пяти на вид внешностью вместе с фигурой ее природа не обделила хоть одна вещь в этом пандемониуме не может не радовать это красота его обитателей вожатая прошел такие пришел такие а это вожатая это ольга дмитриевна с зелеными глазами окей отлично меня ольга дмитриевна зовут я вожатая очень приятно семён я решил поговорить так словно все происходящее со меня не удивляет она подошла ближе мы тебя с утра ждем ждете меня да конечно когда автобус следующий будет а то я а тебе зачем действительно зачем мне чувство тупой вопрос не сильно что зачем похоже прямые вопросы задавать не стоит они могут вызвать совсем не ту реакцию что мне бы хотелось но и ответы я вряд ли получу нет просто интересно а кстати где мы точно находимся ну адрес там я родителям хотел письмо написать что удачно добрался мне почему-то отчаянно казалось что удастся что-нибудь выяснить если я буду подыгрывать а так мне твои родители полчаса назад звонили тебе привет передавали вот это номер вот это да вот этот прикол значит можно им позвонить а то я перед отъездом забыл сказать кое-что нет а милая непринужденно улыбнулась и почему же это у нас телефона нет нормально как они позвонили по небесной связи так как же они сюда позвонили а только из райцентра вернулась там с ними и поговорила а вот так значит а мне можно как-нибудь в этой райцентр нет она все так же улыбалась почему потому что следующий автобус будет только через неделю вот этот прикол вот это внезапно как же вожатая тогда сумела добраться туда и обратно я решил не спрашивать ответ все равно бы ответа все равно бы не последовало все это время славя стояла рядом со мной казалось не находила в нашем разговоре ничего такого ой надо тебе форму подобрать не имею ровно счетом никакого желания наряжаться в пиодетские шортики и завязывать нелепый красный галстук ну и ходить в зимней одежде летом тоже не лучшая идея да спасибо интересно только я один считаю странным что в такую жару кто-то ходит в пальто и зимних ботинках ладненько я побежал тогда ты пока можешь познакомиться с лагерем вечером приходи на ужин не забудь с этими словами она вышла из домика нет даже не вышла выпорхнула я остался наедине со слави мне тоже пора дела ты походи осмотрись вечером увидимся если в этом не скрыто никакого подвоха или угрозы такая реальность в лице славе мне начинает нравится больше впервые за день я понял что здесь ужасно жарко хотя очевидно виной тому зимняя одежда я с над пальто и кинул его на кровать за ним отправился из свитера я остался в одной рубашке вот так куда лучше ничего не оставалось кроме как воспользоваться советом пойти осмотреть лагерь заодно по дороге попытаюсь что-нибудь выяснить окей проходя через место и жилой квартал я увидел идущего навстречу мне пионера о неужели есть не один парень вот это да именно пионера а не пионерку и в этом центре амазонок есть мужчина привет ты новенький наверное семён да а ты откуда да уже все знают я кстати электроник настоящий а может меня так и звать электроник знаете это был уже фильм до приключения электроника так и он даже по моему похож немного электроник настоящий маразм крепчал ясно у ленка меня еще сыроежкой зовет сыроежкой не подси не под осиновиком а там был вопрос не под осиновиком фамилия такая сыроежкин ясно давай я тебе тут все покажу я согласился так как изучать окрестности одному куда дольше ладно давай и мы вновь оказались на площади будто в этом лагере из других мест нет там на одной из лавочки сидела лена и читал какую-то книжку где лена где лена электроника уверенным шагом подошел к ней лена привет это новенький семён знакомься бойко начал он привет ну мы уже заочно знакомы да она на секунду оторвала глаза от книжки посмотрела на меня покраснела и вновь принялась за чтение словно не замечая что мы все еще здесь ладно пойдем дальше я было удивился что все знакомство ограничилось пару слов но потом решил что так и надо на неуемная активность электроника и скромность лена не лучшее сочетание пойдем так а мы вышли к некой постройки которые я сразу опознал столовую за вот смотри тачка кстати можно можно стащить тачку и свалить отсюда если он так этого хочет принципе да а вот это я понял здесь вы принимаете ограничен органическую пищу ну что-то враг того на кольце столовых стояла недружелюбная девочка которая до этого ударила меня по спине от этого мое шутливое настроение вмиг куда-то исчезла действительно сейчас не самим подходящей ситуации чтобы прикалываться над этим пареньком хоть и не весьма потешен сначала надо понять что к чему и где я вообще нахожусь а вот она алиса двачевская ты с ней поосторожней он говорил шепотом шепотом надо было шепотом говорить никогда не называй ее 2 ч и 2 ч она этого не любит чу ты чу ты сказал как ты мне назвал кажется она услышала в мгновение ока алиса спрыгнула с колеса и метнулась в нашу сторону ладно ты дальше сам как-нибудь электроник бросился бежать так что только пятки засверкали а так побежать за ним ничего не делать в принципе это он ее назвал 2 чо да принципе бежать нам не стоит алиса пробегая мимо остановилась на обновлении бросила а с тобой мы позже разберемся а я что я ничего словам добавилась вымученная виноватая улыбка хотя в чем я перед ней виноват она не ответила и побежала догонять электроника окей похоже оставшееся время до ужина мне предстоит коротать в одиночестве я решил пойти на восток по крайней мере туда где находится восток в моем мире в моем мире живут пони они питаются радугой как их бабочки через некоторое время я оказался около футбольного поля там вовсю шел матч где где я не вижу посмотрю пожалуй немного в детстве и юности я довольно неплохо играл сам и даже подумал о профессиональной карьере но несколько травм подряд отбили у меня желание рисковать здоровьем ради туманной перспективы на поле бегали дети совершенно разных возрастов вот мальчик лет десяти девочек лет четырнадцати девочка так это же ульяна ну футболы играет что удивительного с ее-то неугомонностью я стал довольно далеко от поля но она все же меня заметила эй ты крикнула уленка играть будешь я не знал что ответить третьим будешь да окей с одной стороны ничего страшного побегать минут десять побегать минут 10 с другой в моей ситуации любой неверный шаг может оказаться фатальным но в любом случае одет я был явно не по погоде играть зимних ботинках и теплых джинсах и меня можно будет выжимать от пота играть босиком в трусах попросту неэтично давай в другой раз крикнул я ей развернулся и пошел назад уленка вопила мне след то ли про трусы то ли про труса ok постепенно свои права начал вступать вечер который нес с собой усталость и опустошение от бесцельно прожитого дня я вернулся на площадь сел на лавочку и обессиленно вздохнул буду сидеть здесь и ждать ужина конце концов искать ответы лучше сытым он горит про вечер но почему-то как было да у светло есть их же тут кормят верно а ведь интересно как самые простые потребности человека отбивает желание мыслить стремиться к чему-то вот я чувствую голод и меня уже меньше волнует где я и что со мной происходит неужели великие люди тоже подвержены подобному и как тогда к примеру спартак древности поднимал восстание рабов остается только один вывод я невеликий человек и мне в принципе все равно в какой машине быть шестеренкой социуме матрицы или непонятные пионер лагере папа 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 мистер пропер веселей мою мысль оборвал музыка заигравшиеся из динамика прикрепленного к фонарю наверняка это сигнал к ужину я направился в сторону столовой благо теперь знал где она так на кольце стояла ульга дмитриевна я остановился пристально уставился у нее словно ожидая чего-то она тоже некоторыми ним осмотрел на меня но потом все еще все же подошла темен что стоишь проходи наверное ничего страшного не случится если я пойду за ней такое решение одобрил и мой желудок о нихрена народу ты только посмотри да сколько и здесь сколько их здесь мы вместе зашли внутрь так таких чё нам не надо таких конфет нам не надо или что это плакатики сразу напоминает пальмиру до помните мы играли короче тоже про лагерь детский короче там тоже плакаты были всякие работница борится чистоту столовой на столовой всегда должна быть чистота окей мы зашли внутрь а столовая представляла из себя столовую похоже у нас в армеке была такая же похожая столовая мне свое время доводилось бывать заводской столовой это было в точности такой же разве что почище и поновее железные стулья столы и кафель на стенах и на полу не отличающиеся изысканностью потрескающаяся посуда наверное такой и должна быть столовая пионерлагеря семён сейчас подожди мы тебя вместе тебе место найдем она кинула взглядом помещение стой пачевская двочевская ольга дмитриевна прикрикнула на проходящуюся проходящую мимо алису что ты как одета а как я одета действительно наряд ее был несколько вызывающим а не видно приведи в порядок форму ладно ладно алиса поправила рубашку и прошла мимо бросив на меня не очень приятный взгляд итак куда бы нам тебя посадить свободных мест было не так уж и много давай вот сюда куленки опять к этой это а может да точно как раз уж и да стоит не оставалось мне не оставалось ничего другого кроме как согласиться конечно была некая доля вероятности что в котлетах яд кураре яд кураре пюре обильно сдобрено мышьяком а вместо компотом не налили отличный антифриз но выглядело это так аппетитно что я никак не могу стоять эй чего тебе спасибо я довольно грубо ульянку сидевшую рядом почему с нами футбол не стал играть я не форме сказал я показываем свою одежду а ну тогда ладно ешь однако есть более особо ничего с тарелки пропала котлета меньше надо лицом по сторонам ковырять это могла сделать только она нет точнее это не мог сделать никто другой кроме ульянки отдай котлету большой семье рта не разевай отвернулся отвернулся нет котлету отдай кому говорят попытаться отнять котлету не пытаться отнять котлет но я жрать хочу давай мне котлету я грузом посмотрел на нее и уже было вытянул вперед руку не то у меня ее смотри действительно тарелку ленки была пуста похоже если это маленькая девочка так же быстро как и котлеты воруются ты не расстраивайся сейчас что-нибудь придумаем она схватила мою тарелку и бежала куда догонять ее не было смысла если уж они хотят меня отравить это можно сделать куда проще примерно через минуту ульянка вернулась и протянула мне тарелку на которой лежала дымящийся котлета охеренно блин какой офигенная да горошек пюрешка котлетка компотик блин я жрать захотел давай ты пойдешь меня на превьюшку отлично вот тебе и голодающие по волчьи реально блин я реально захотел короче горошек с пюрешкой с котлеткой да кстати у меня есть котлеты только у меня макароны сваренные и котлетки по киевски но горошка нет тоже в принципе сойдет ха-ха спасибо только и смог сказать я все подозрения в биг развеялись так мне хотелось и есть я подцепил вилкой котлету и воу 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 что это какой-то жук нет не жук насекомое с ножками шевелится тарелка полетела на пол разбившись в дребезги а стул падая больно ударил меня по ноге известно не долюбливал насекомых но когда эти насекомые мои тарелки это уже перебор ах ты маленькая уленька похоже готова к такому развитию событий уже стояла дверях смеялась так как будто услышала свежую шутку петросяна ты ж петросяна сюда даже привлекли я бросился за ней выбежали столовой нас разделяло всего несколько десятков метров мне казалось что я легко догоню эту маленькую девочку мы пробежали на площадь помещение клубов выбежали на лесную тропинку я начал задыхаться все же наверное стоило бросить курить но он еще и курит уленька скрывалась а скрылась за очередным поворотом я потерял ее из виду просто не может быть что я не смог ее догнать не может быть и все тут я стоял пытался отдышаться окей окей достать уленьку мы не смогли у нас слишком медленный главный герой поожрать мы тоже не смогли короче ну хотя это все было выглядело очень аппетитно вот я сам захотел хавать короче сейчас пойду хавать но а вы подписывайтесь на канал группу вконтакте делитесь с друзьями ставьте лайки короче ссылка на плейлист к видео будет в описании и с вами был валерий все а и и и и и